Тим Зю поделился ожиданиями от поединка против Кита Турмана. Я очень долго был готов и ждал, чтобы выступить хедлайнером такого исторического события в США. И это большая честь, к которой я отношусь серьезно. Мой отец уже делал это и был на вершине мира в течение десятилетия. Теперь моя очередь. Турман отличный бой. Он хитрый, сильный и встречался с лучшими в этом виде спорта. Сейчас новая эра. Эра Дзю. 30 марта каждый, кто будет следить за этим событием, сможет убедиться в этом сам. Настоящие боксерские новости. Я возвращаюсь с 30 марта в Лас-Вегасе в бою против Тима Дзю. На Amazon Prime Pay Per View. Ожидания закончились. Это новый год с прежней мечтой. Я просто хочу быть великим. Всем привет, друзья. Вы на канале Воин. Я собрал для вас самые свежие новости из мира бокса. Всем приятного просмотра. Погнали. Поединок между Сергеем Богочуком и Себастьяном Фундоры пройдет за полноценный титул WBC. Первоначальная кампания PBC объявила, что накануне этого боя будет титул временного чемпиона WBC в первом среднем дивизионе. В последствии WBC сообщила, что запланированный на 30 марта бой будет санкционирован за полноценный титул, который будет вакантным. Ведь Джермиэл Чарло был назначен чемпионом в отпуске. Джош Камбосос готовится к поединку против Василия Ломаченко. Дисциплина и упорный труд каждый день. Я заглушу шум и снова шокирую мир. Шон Портер поделился мыслями о Василии Ломаченко. Если его цель стать абсолютным чемпионом, то у него достаточно опыта, умений и достаточно всего. Мы видим, что у него все еще достаточно сил, чтобы это сделать. Конечно, он борется не только против бойцов, но и со временем. Но я думаю, что у него достаточно сил, чтобы воплотить это в жизнь. Кэл Брук рассказал о бою против Геннадия Головкина, в котором он получил перелом орбитальной кости и проиграл техническим нокаутом. Оглядываясь назад, можно сказать, что Геннадий Головкин был абсолютным монстром. Он был непобежденным бойцом, который верил, что может победить любого в среднем весе. Я всегда считал, что могу боксировать с ним и держать дистанцию, и что я лучше, но, как мы знаем, все вышло иначе. Это повредило и изменило меня. Когда он сломал мне глазницу, хирург сказал мне, что еще один сильный удар, и я мог бы ослепнуть и навсегда потерять глаз, и это очень сильно задело меня за живое. И те же чувства всплыли в памяти, когда я дрался с Спенсом. В бою с Головкиным я понял, что произошло что-то ужасное. Звук был такой, будто раздавили клешню краба. Я слышал это и почувствовал. Адреналин бурлил, но я знал, что что-то не так. Это была не столько боль, сколько то, что произошло с моим зрением, и это было страшно. Всегда страшно, когда кто-то с такой мощью противостоит раненому зверю. Это было ужасно. Тедди Атлас предсказал победителя боя Мунгея Райдер. Победит более молодой парень. Молодость сыграет свою роль в этом бою. Когда Мунгея впервые появился на сцене, он напомнил мне версию Джорджа Формана из среднего веса. Он большой и мощный парень. Во многих аспектах он несовершенен. И у него не отшлифованы углы. И вы можете заметить, что ему нужно развиваться. Он стал лучше. Я отдаю должное там, где это необходимо. Мне нравится, как прогрессирует Мунгея. Ему все еще нужно пройти небольшой путь, но Райдер ниже. Поэтому Мунгея сможет контролировать дистанцию. Он большой парень с длинными руками. Он может контролировать ход боя на дистанции. За счет размаха рук и своей длины. Может поймать Райдера на сближении. К тому же Мунгея силен. Он любит сближаться. Поединок между Уильямом Сипедой и Макси Хьюзом состоится 16 марта в Лас-Вегасе. Победитель станет обязательным претендентом на титул IBF и WBA. Вечер бокса будет трансироваться на Дозоун. В Филиппине в главном поединке вечера. Эллиминатор IBF на легчайшем весе завершился нокаутом. Кристина Аронетта удосрочил Арвина Макгромо. Это было противостояние двух левшей. Арвин пропустил короткий левый боковой. Он упал, но смел продолжить бой. Аронетта увидел, что соперник не восстановился, бросился добивать. Второе падение Макгромо. И рефери остановил поединок. Президент WBC Маурисия Сульман сообщил. В стуке Организации пока никто не обращался насчет санкционирования боя Бетербиева против Бивола. У Всемирного боксерского совета идет процесс в рамках Совета управляющих. Так что в данный момент я ничего не могу комментировать, пока мы не завершим нашу работу внутри организации. Может ли состояться голосование по этому бою? Извините, я не могу комментировать. Это важный и чувствительный вопрос, так что мне нужно держать его под контролем. Я ничего не буду комментировать, пока мы не завершим процесс. Я хочу увидеть все бои. Мне нравится смотреть поединки, и этот бой обладает важными составляющими для бокса. В нем есть много аспектов, которые пойдут боксу на пользу. Мы не получали запрос на санкционирование этого боя. Артур Бетербиев искался допинг-проби перед поединком с Каумом Шмита. Это, конечно, неприятно, когда ты знаешь, что ты ничего не принимаешь запрещенного. Всю любительскую карьеру ты прошел, эти тесты всегда были. И никогда ничего такого не было. И так, ну, может быть, какая-то ошибка там произошла, я не знаю. Одна проба вроде они какую-то там сказать. Я сам даже не понял, что это значит. Но я думаю, если там какой-то повод у них был бы, мне точно не дали бы боксировать, я думаю. По-разному тестировать. И даже вот на этой подготовке, вот, я же дважды готовился на этот бой, получается. При первой подготовке нас что-то не тестировали, очень вообще ни разу практически. Уже месяц прошел. И я даже сам сказал этим, кто приезжали на тест, я говорю, почему нас не тестировали, почему, говорю. И они сказали, что, мол, надо, это от организации зависит, там, они должны, там, году это, они оплачивают это все. То есть я сам был удивлен, спросил, что, и как бы настоял на том, чтобы они тестировали, почему. Вот когда мы с Гвоздиком боксировали, нас, наверное, за два месяца, наверное, раза в шесть или восемь тестировали. Вот так же практически ко всем боям. Вот с Энтенеярдом и вот с этим Колумбом Смитом у нас при первой подготовке с Колумбом Смитом мало тестировали вообще. Один раз, может быть, за месяц. Ну, это мало, мне кажется. Сейчас уже более конкретные разговоры там идут. Ихняя сторона тоже вроде бы сказали, что они дали согласие. Я думаю, в ближайшее время у нас будут новости подать и, может быть, по месту проведения боя. Я только неделя прошла после боя. Тренера мне дали отдохнуть две недели времени. Я, честно сказать, с этой уже одна неделя прошла, уже хочу начать тренировки как-то, я не знаю, скучно мне без тренировок. А на этом у меня все, друзья. Оставляйте больше комментариев, подписывайтесь на канал, поддержите лайком и увидимся в следующем выпуске. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok